Привет вам всем! Как вы знаете, меня зовут Степан Шеперич. Я проживаю в стране Хрватия, в городе река, на Адриатическом море, на севере Адриатика. Это по большинству третий город Хрватии. Вот это я сегодня, 18 августа 2012 года, пошел только немножко прогулять по городе, в самом центре, Корза улица, у вас это на русском и на английском говорится променада. Было очень тепло, 20 часов и 30 минут, было 35 градусов. И просто гуляем и показываем. Это площадка Терк перед радио рекой и телевидением рекой, а это подальше готель 5-звездочный Бонавия, среди, с площадкой, на самом козье. Там дальше видно море, взгляд ночи. Погуляем дальше. Очень приятно медленно идти шагом. Не было много народа, очень тепло, многие были на пляже, практически до конца дня, до заката. И еще не вышли все в город. Почти выходные будут очень поздно, перед полночи выходные, тогда все выхожают в город, в эти кофе-рестораны, на террасе откроем. Почти завтра не работаются. У нас тепло лето очень. Это байк БМВ, это улица, куда проходят машины, а там только пешком, одна рядом с другой. я тоже сейчас вечером сижу дома делаю монтаж этого видео на программе Windows Movie Maker и когда сделаю монтаж загружу его на свой канал YouTube которые у меня знакомые уже знают, они подписались на канал у меня там много видео разных из Хорватии и по другому содержению по разных темах 3-4 разные папки там заголовок есть на моем сайте если нажимаете какой-то заголовок может рядом проявиваться видео один за другим или просто из низу где как тимская можно выбирать по окну которое хотите просматривать это инфопульт для туристов на самой набережной на улице рядом с берегом моря вот эта карта не видно по ночи еще один взгляд на площадку на корзу на променаду и пошли на берег переехали мудитсу что там пришли на большую морковку и площадку на берегу моря вот это один красивый кофе-ресторан на самом берегу на площадке большой можно сидеть выпить сок кофе просто разговаривать часы и часы и смотреть на море очень приятно на откровенном есть и музыка хорошая и этом супер там закат давно солнце зашло а это взгляд на море там и гора учка далеко там под горой учкой там знакомые туристические места как у паттия лавран и каичичи это все на 15-20 километров далеко от реки еще один взгляд на море это там где много светла это лукобран защищает порт реку от зимних волнах когда пушит очень сильный ветер и волны будут по два метра три метра защищает порт сами а там можно ходить гулять это как улица длину два километра и больше это один корабль сделан как ресторан диско-клуб а это один корабль из дубровника на ядрах лежал под реку и его привязали город века сказал это третий город по большинству в хрватии столица загреб миллион двухсот тысяч жителей потому в далмации на морю город сплит он около 600 тысяч и поэтому а третий город река около двухсот тысяч так и после реки славони там на востоке осек а поэтому другие города так сто 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 пятьдесят тысяч ванаж динс задар шиберник дубровник карловак по и так далее и так дальше это площадка где театр народный а рядом с этой площадкой есть и городской ринг для овощей и фруктов центральный он сейчас закрыть это уж вечер около 21 час маленькой парк перед хорватским народным театром имени называется ивана племенитого зайца иван имя а зайц фамилия племените это как князь у вас там или или так похоже на племените это фронта театра около есть дом старые кофе-ресторане и террасах машинами проходят это фонтана маленькая перед театром можно и посидеть покурить поговорить и так дальше и так дальше и дальше медленно погулять дальше там какой-то кофе-ресторан пошли с площадки назад возвращаемся сами центр города это все вокруг 500 метров от самого центра я спускаюсь со своего района который называется именин бояк практически могу сказать медленно пешком максимально 10 минут и иду под берег потому что река расположена на площадке восток-запад в длину около 13 километров и от берега мора во высоту под гору около 4 километра на такой площадке река расположена это маленькие улицы самом центре русские стали дома вот там много маленьких кофе-ресторанчиков маленьких баров маленьких магазинов это банкомат от райфайзенбанк центре на каждые сто метров банка это партнер банка там и это одна маленькая улица в таких террасах ну видите там к центру идет это городский автобус транспорт мерчели с автобусе все в реке а это девушка ждет подругу готовится они пришла подруга готовится они на автобусе ехать в опыту 15 километров там гулят по ночи и дискобарах потанцевать так это я пришел в улицу тоже кофе-ресторан маленькую это дерево метро и пол широкое это тоже я в этой улице очень маленькие кофе-баре по несколько столов там я сейчас очень улетно сидят вечером близко море простите у меня жарко я сижу в спортивных трусах голове открою все окна в балконе двери и дует маленький ветер и я находился как вы говорите кихаю кашлю ооо заморожено очень очень это так симпатично похоже на старые итальянские города веке на адриатику так многие города похожие потому что одна часть адриатика давно давни в историю в историю была практически под италья там на северу истра полуострова истрия а в далмации там задар и еще не некоторые острова были давно давни и там была венеция и давно а прежде того было римское царство в истрии там есть амфитеатр практически еще из римского царство в сплите есть город диокрецианова палача палата это диокрециан был римский царь и он создал себе палату в городе сплиту и он там летом одних и после того около этого палата развивался город а где римские цари выбирали место для своих больших домов палат для отдыха как в истрии и далмации в хорватии вы знаете что это очень красивое от природы моря всего они не было где выбирать место для дихотаки во время аустро-угарского царства а аустро-угарский царь франьо-йосип сделал большой это на сегодняшний день готель кварнер в апатии старый очень и тогда началось практически туризм на адриатике на севере городе апатия близко реки а пула это иногда был очень большой порт аустро-угарский двойной как похоже пример там на черном море русский порт севастополь для войны корабль и и и когда его ставлю было пуле бил большой порт для войны корабль но когда мы освободили хрватию агрессии сербии это пуле нет вообще все это передано на пользу гражданам и там будет сколько будет денег все реставрироваться потому что там и старые дворцы еще есть время аустро-угарского царства ну надо вложить много денег и условия такие памятники никогда не нажила денег оставила хрватии все пропадала а хрватия полная разных исторических зданий таких мест и когда вышла из коммунизма и из жилославии фала богу все больше и больше денег дается чтобы это все переустроилось ревитализировалось сделан генеральный ремонт и показало туристам на пользу как культурные здания и старая архитектура и пришли к концу это площадка в центре там где речина там готель континентал с больших террасах около перед готелем большая площадка там там много молодых сидит особенно на выходные покупают около магазинах пиво и другие алкоголи и там пьет сидят на площадке пьет вот это в самом центре и это все спасибо что посмотрели видео мой город пока 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 ее Продолжение следует...